Всем привет! С вами Таня Багринцева и вы на канале TaniProDesign. В этом видео мы прогуляемся по выставке Mosbills. Сегодня третий день и в первые два дня было огромное количество народа. Надеюсь, что сегодня поменьше, но, судя по парковочным местам, сегодня еще больше. На входе нас встречают китайские фабрики. Мы туда не пойдем, потому что я в своем блоге показываю все самое надежное, все самое интересное и компании, которым можно доверять. Вот, кстати, фабрика Raymer. У меня есть отдельное видео, где я была на заводе в Италии. И это точно итальянская фабрика с хорошим качеством. На самом деле, это пока такой секрет. Наверное, видео выйдет раньше, чем это случится. Но у меня в салоне скоро будет представительство фабрики Raymer. Она не сейчас есть, но будет гораздо круче с потолочными душами, со смесителями из потолка. Да? Да, когда он будет? Скоро, скоро. Он заказывает? Все заказывается. Вот, поэтому следите за нашим каналом и приходите в гости. Да, на самом деле, у него очень хороший легкий ход. Это одна из, так скажем, важнейших функций в смесителе, потому что реально бывают такие смесители, что их сложно очень поворачивать. А здесь достаточно легко. Я вам сегодня показываю фабрики, которым можно доверять, которые реально надежные. Например, фабрика Jacuzzi. Я на ней, кстати, тоже была. Вот, это одна из самых любимых моих фабрик, потому что гидромассаж у нее самый-самый крутой, реально. Здесь представлены бассейны. Девочки бегают в бассейнах. Это единственная фабрика, у которой есть форсунки, которые сами закрываются. Они запатентованы. Такой технологии нету ни у кого. А для чего закрываться форсунком? Для того, чтобы туда не попадала всякая грязь. Потому что, когда вы не принимаете гидромассаж, а просто, например, в ванне находитесь, форсунки у обычных российских производителей и многих других, они открыты. И туда попадает грязь. А у Jacuzzi такого не происходит. И это очень реально круто. Стоит, конечно, такая ванна с гидромассажем от 500 тысяч рублей и выше. Но она стоит того. Я всегда говорю, что лучше не покупать ничего или купить реально очень крутую вещь. Крутая ванна со встроенными беговыми дорожками. Вот так. Я, честно сказать, такого еще не видела. Здорово. Привет, Танечка. Я понял. Не, я звездой YouTube быть не хочу. Извини. Здесь, наверное, самый крутой стенд на сегодняшней выставке. АМ-групп одни из представителей, кто соорудил вот такое вот чудо. Ну, реально, больше не на что посмотреть, да? Особо. Я, что-то, более интересного тут не нашел. Фабрика Арчерам. Итальянцы. Разноцветная яркая сантехника сейчас в тренде. Даня, вот у меня, знаешь, какой вопрос? Внутри матовый. Он нормально? Там все? Да. Ты, у тебя дома Арчерам? У меня дома не Арчерам, не матовый. А где ты пробовал? Слушай, они продаются уже цветни на около трех лет. И за все это время у нас не было ни одного обращения по поводу каких-то проблем с уходом. Просто многие фабрики, допустим, снаружи делают матовое, да, внутри глянцевое для того, чтобы все лучше уходило. Ну, это же колхоз. Да нет, нормально, кстати, смотрится. Все закрыто. Колхоз был, помнишь, у Чиела. Снаружи кожа, а внутри белые. Аксессуаров для ванной комнаты, на самом деле, нормальных не так много. Одной из надежных и качественных и с интересным, красивым, достойным дизайном является фабрика Берточ. Я ее, на самом деле, знаю уже лет 15. У меня дома Берточ сделано. Это вот как раз новинки. Это интересная коллекция, которую можно собрать. Совершенно верно, коллекция называется Fly. Коллекция Fly. На самом деле, это очень достойная фабрика. Я просто сегодня на выставке показываю моим зрителям то, на что важно обращать внимание. Только хорошие фабрики показываю, больше ничего, Даня. То есть Берточ, запомните, аксессуары Берточа. Унитазы Арчером. И также здесь представлены смесители Chisel. А, и смесители Chisel, кстати, достаточно. Которые тоже входят в ассортимент представительства АМ-Групп. Соответственно, приятно дарить. Смесители Chisel, они все достаточно интересного дизайна. Разные тоже оттенки. И очень много складской программы, что самое... На самом деле, все, что здесь представлено, это является складской программой. Как цветной фаре. Аксессуары сейчас тоже, да? Аксессуары, это складская программа. Да, совершенно верно. Причем во всех вот вариантах компоновки все это есть. Это Арчеромская, да, ванна? Да, здесь вся продукция Арчером. Это тоже цветный под цвет с керамикой ванны. Тоже, кстати, складская программа. Красивый цвет. Сейчас очень модно ставить цветную сантехнику. Как я вижу, у меня дома вообще не старая коллекция Берточа. Она точно такая же, только единственное, что в Кроме. А сейчас она в черном цвете вообще играет по-новому. Ну, это самые модные унитазы, которые, в принципе, я видела их в Милане, видела их на Черцае. Вот, но вот такой крышки я еще не видела. Металлическая. Металлическая отделка вообще очень. Здесь, пожалуй, самая яркая вообще композиция, которая представлена на этой выписке. Достаточно необычный стильный дизайн. Плитка здесь, насколько я знаю, ручной работы. Да? Ее готовили. Ее готовили, ее рисовали, обжигали. То есть это индивидуальный какой-то закат. То есть вот эта плитка собственного производства романов-паянс. Делают здесь. Очень интересно, кстати. Необычно. Необычно. Вот эта ванная комната сделана достаточно просто и лаконично. Сейчас очень модно ставить просто перегородки. Никакие не душевые кабины, а просто перегородка. Если, конечно, у вас позволяет пространство. Потому что по-хорошему здесь должен быть трап, куда стекает вода. И опять-таки сделан правильно, да, душевой трап. Но, как напомню, не во всех квартирах это можно делать. Нужно узнавать о своей управляющей компании. Возможно ли устанавливать трап. А вообще лучше, конечно, поддон. Вот, скрытая система монтажа. Ручной душ, верхний душ. И очень интересные, на самом деле, консоли. Это сейчас тоже достаточно популярно. Под industrial стиль, да, сделано. Но его сочетают и с классикой. Современный стиль. Достаточно удобно. Сюда можно разместить полотенчико. И что-то положить, поставить. Ну и круглое зеркало сейчас тоже очень актуально. И модно в дизайнах. Именно круглые формы. Они сейчас достаточно популярны. На самом деле, на этой выставке особо нечего смотреть. И практически нечего вам показать. Вот это бренд Равак. Ему тоже можно доверять. Этот чешский бренд делают неплохо. Я к российской плитке отношусь спокойно. Я покажу вам то, что сейчас актуально и очень модно. На примере итальянской фабрики, о которой у меня есть видео. Можете его вот посмотреть вот там. Здесь представлен очень интересный стенд. Мы сейчас вместе посмотрим. Маскаленко просто всегда, навсегда, вот ты всегда ходишь рядом со мной. Ну и дети уже, Владимир, сюда. Вот этого человека я встречаю везде. Везде, где я снимаю. Самый мой первый блог Владимира Маскаленко оказался в том же месте, где и я. Вот как это происходит? Самый первый блог Владимир Маскаленко испортил. Нет, он не испортился, он не снимал в другом углу. Он лучше. Тебя там не видно было, но, собственно, этот человек постоянно. Мы даже умудрились в Милане встретиться в одно время в этом. В гостях у Рэма Кокса. Продолжай, я не буду бежать. Я не буду даже спущать. Вот два, реально два павильона, которые мне симпатичны. Это от компании Старопетровская, где недорогая плитка и интересная. И компания Рим Ариоста выставила фабрику Ирис. Об этой фабрике у нас снят отдельное видео. Можете переходить вот туда. Ставлю ссылочку. Самый красивый стенд представила компания Рим Ариоста. Кстати, у меня есть видео, которое вы можете посмотреть про всю плитку достаточно подробно. А пока просто посмотрите вот на эту красоту. Кстати, здесь специально сделана фаска у Терацио. Терацио я тоже показывала. Для того, чтобы можно было посмотреть глубину всего рисунка. Потому что эта плитка именно одной фактуры. Одной фактуры на всю толщину. Поэтому здесь сделали специально фасочку. То есть такая плитка не существует. Она вся прямая, как правило. Но здесь мы показали то, что фактура однородная. Так делает настоящий керамогранит. И, собственно, Терацио изготавливает таким образом. Это означает, что можно ее положить на века. Даже когда со временем уже начнет стираться верхний слой. И от того, что очень-очень много ходит, она останется одного того же цвета. Несмотря на какие-то ямки. Кстати, вот этот стол изготовлен из крупноформатного керамогранита. О котором также сказано в моем видео. Точнее, там показаны все варианты цветовой гаммы, которые существуют. И у нас есть производство. Точнее, у компании Рима Ариоста есть производство, где можно сделать любые изделия из керамогранита. Можно сделать разные ракрыны, можно сделать столешницы. В моем залоне сделан ресепшн из этого керамогранита. Пойдем. Смотрите, какая красота. Это плитка тоже фабрики Ирис. От коллаборации с модным домом Дизель. Тем самым джинсовым брендом. Вот они сделали такую космическую серию, которая просто смотрится сногсшибательно. Кстати, в том видео салона на Рождественском бульваре тоже снята вот эта плитка и еще другие варианты оттенков. Самым ярким пятном этой выставки это вот этот островок с живым огнем внутри. И, собственно, с разными такими, как сказать, мини-боксами, где известные дизайнеры постарались, покреативили и представили что-то такое интересное. Ну, фабрика Деравит представила ванну двухцветную, матовую, черную, которая, в принципе, в тренде сейчас находится. Но Деравит, он изготавливает из акрила. Он не делает каменных. Мне, честно сказать, немножко скучно на этой выставке, потому что я посетила весь Милан, я посетила Эйсха, я посетила Черцай. И в этом году в Москве, конечно, выставка оставляет желать лучшего. Вот, но я, так как я показываю бренды, которым можно доверять, да, Деравиту мы доверяем, Деравиту всегда можно брать. Это надежный, хороший бренд уже с многолетней историей. Мы попали в мир Лауфен. Серия Картель. У меня, на самом деле, уже в этой коллекции отделан целый дом, где, по-моему, 12 санузлов, мы сделали все в Лауфене. Если нам повезет, то мы снимем обзор этого дома. Смотрю, она удобная или нет, Дин? Можно? Я просто хочу померить. Все. Ничего этого. Ой. Ну, вот, благодаря подлокотнику, ну, в воде можно уехать вот так. Даже без ванны. Воды, к сожалению, сегодня не было. Может быть, к счастью, мой новый костюм останется цел. По поводу ощущений, ванна для меня, на мой рост, она большая. Если туда налить воду, то я буду тонуть, если честно сказать. Благодаря подголовнику, который есть вот этот большой, он, ну, как бы в ней более-менее удобно. Без подголовника будет неудобно лежать, это однозначно. Старый-старый, может быть, моего любимого цвета. Смеситель Аксор с настоящим шпоном. Ну, реально крутой смеситель. Жалко, что здесь нет воды. Но это делает Аксор. Вот эти панели, они могут быть разными. Там есть цепот камень. Можно, конечно, сделать полностью хромированный. Либо там любого другого цвета, который Аксор представляет. Кстати, в моем блоге можно увидеть гораздо больше моделей, потому что я была на выставках на разных. И там вот эти ракуны представлены в разных-разных цветах. И ванны представлены тоже в разных цветах. Потому что я была на фабрике Антонио Лупи. Там такие невероятные вообще дизайны, мебель и все. Поэтому переходите, это видео обязательно смотрите. Ссылочку я оставляю вот здесь. И в подписи, конечно, тоже оставляю ссылку. Ну что, на самом деле скучный получился блог. Я думаю, что даже никто из вас не досмотрел до конца. Но если ты такой самый терпеливый и досмотрел, то ставь, конечно, лайк и комментарий. Но я бы на вашем месте уже давно перешла по всем тем ссылкам, которые я оставила, потому что они более интересные и информативные, чем эта выставка. Всем пока! Подписывайся на канал, будь в курсе. И приятного дня или вечера, а может быть ночи. Пойдем.